ребята всем привет сегодня решил перегнать брошку брошка была у нас сделана на солоде готовилась она у нас на диких дрожжах две с половиной недели было использовано 4 килограмма солода четыре с половиной килограмма сахара все это я как обычно перегоняю через губочку металлическую делать это я стал в ванне потому что когда перегоняешь у брагу на кухне очень сильно пахнет алкоголем так что решил это сделать ванной все это у нас бежит через марлю здесь все очищается если попадет мало сейчас дождемся как у нас на бежит литров первого 16 браги и попробуем из нее выжить спинцерец пока сливается на наша брага вот в таком вот ведерки я буду развалить сахар сахар буду развалить в 12 литрах воды 5 килограмм воду желательно использовать чистую полную температуру после того как мы водичку все вместе с сахаром перемешаем зальем это обратно в нашу бродильную емкость и наш солод с дикими дрожжами получат дополнительно будут ее употреблять углекислый газ у нас будет выходить через гидрозатвор а спирт будет оседать в нашей браги кстати при втором брожении на диких дрожжах получается и период брожения гораздо меньше и крепость браги гораздо лучше ну и соответственно результат конечно тоже всегда удивляет я думаю что я с вами этим поделюсь а пока мы ждем когда наши браги вот уже видно осталось совсем немного дальше засыпаем сахар 5 килограмм так уже делал все бродит шикарно делаю напитки только с дикими дрожжами как-то раз попробовал сделать арбузную брагу на дрожжах была такая вонь сделал для себя вывод что напиток я делаю для себе чтобы не только побаловать самого себя и моих товарищей сахар я размешиваю обычной скалкой получается это довольно быстро круговыми движениями притормаживаю в обратную сторону сахар размещается полностью браги у нас получилось вот столько это где-то литров наверно я думаю 12 может быть 14 тоже осталось в емкости сейчас будем эту водичку сахаром заливать обратно в емкость после этого мы устанавливаем на емкость гидрозапор плотно закручиваю очень удобно емкость ребята советую всем купить для домашнего использования 25 литров за глаза скалочка это удобно делать горловина позволяет даже рукой туда залезть очень удобно и мыть ее тоже просто и доступно вот там видно все пузырится уже дрожжи голодные закручиваем гидрозапор плотно и остается только залить нам воды это мы сделаем итак на этом ребята солоди можно делать три раза брагу залили в куб температура у нас сейчас в кубе 60 градусов можно будет подавать охлаждение 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 подается минимальный напор даже много чуть меньше сделаем плитку используем на 2 кВт будем отбирать спирт сырец до 20 градусов когда на выходе будет продукт мы прекратим перегонку температура в колонии 94 градуса на выходе у нас уже набежала полтора литра спирт сырца вторую перегонку буду делать дня через два с отделением голов и хвостов и будем полученный результат настаивать чтобы получить качественные виски после конце перегонки обязательно вам покажу сколько получилось по объему спирт сырца ну и соответственно попробуем замерить его крепость ну вот ребята наша перегонка и подходит к концу температура у нас в кубе 99 градусов побежала у нас спирт сырца всего три литра крепость пока непонятно сколько но сейчас я тормозну весь процесс и посмотрю насколько крепок получился наш спирт сырец ну я думаю все наверное знают что на диких дрожжах выхлоп не такой уж и большой получается где-то с 12 литров браги мы выгнали 3 литра спирт сырца крепость я сейчас замерю плиточку мы тормозим охлаждение перекрываем все она перестала снимаем банку и будем замерять крепость полученного нами с вами спирт сырца ребята замерил я спирт сырец крепость его составила 45 градусов результат конечно не о чем но буду пробовать 2 перегонкой добиться хотя бы двух литров хорошего качественного напитка всем хорошего вечера подписывайтесь на наш канал ставьте лайки до скорых встреч если кто-то может подсказать почему так произошло даже и так сам по себе какой-то мутноватый напишите пожалуйста всем пока